МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства 48-летнего велосипедиста у деревни Мерлина Киморского района. Мужчина был убит выстрелом в голову еще в конце апреля. Преступление, совершенное в условиях неочевидности, представляло особую сложность в раскрытии. На место обнаружения трупа незамедлительно выехали следователь следственного отдела, криминалист следственного управления и сотрудники полиции. После выполнения значительного объема первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками региональных УФСБ и УМВД получено доказательство, свидетельствующее о причастности к убийству 18-летнего жителя города Кимор. Подозреваемый был задержан по горячим следам. По нашим данным, это тот самый 18-летний парень, о задержании которого сотрудниками ФСБ мы сообщали на прошлой неделе. По данным следствия, парень готовил террористический акт. Просто надоели. Кто надоел? Сотрудники полиции. Они за вас дело завели? Да. А какое дело? За что? Просто с детства. Вы раскаиваетесь? Да. Сотрудниками ФСБ у задержанного по месту жительства изъяты модернизированный в боевой аналог травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу «Коктейль Молотова», холодное оружие, средства связи и дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подозреваемый готовил нападение 9 мая на Киморские прокуратуру, полицию и суд. 9 мая его задержали, а несколькими днями раньше, 27 апреля, парень, по версии следствия, напал на случайно встретившегося велосипедиста. Застрелил просто так, безо всякой причины, а потом еще несколько раз ударил ножом в шею. Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. За Волжье районным судом города Твери, жителям города Кимры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, мужчина обвиняется в подготовке к теракту. Постановлением суда обвиняемый будет находиться под стражей до 11 июля 2020 года. Теперь на счету арестованного еще одно тяжкое преступление. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...